Министерство энергетики и компания Аквапауэр из Саудовской Аравии подписали три соглашения на сумму до 2 миллиардов долларов США. По словам министра энергетики Алишера Султанова, это историческое событие позволит создать в нашей стране более устойчивую, безопасную и доступную энергетическую экосистему. Подписанные документы включают в себя соглашение о строительстве и эксплуатации газотурбинной электростанции мощностью в 1500 мегаватт. Это позволит не только сократить потребление природного газа более чем в два раза, но и покрыть имеющийся дефицит электроэнергии, обеспечив ее стабильную поставку населению и отраслям экономики. Хотелось бы еще отметить, что мы подписали сегодня не только соглашение по строительству тепловой электростанции, но и соглашение по реализации проекта по строительству ветропарков. То есть в сфере возобновляемой энергетики, которая сейчас активно развивается, проводится и долю генерации возобновленной энергетики, которую мы хотим довести до 30% к 2030 году. И этот проект, соглашение, которое мы подписали с Аквапауэр, надеемся внесет свой определенный вклад в его развитие. Проект предусматривается реализовать в Новоинской области и по мере его реализации и изучения новых территорий будем рассматривать и другие регионы республики. Третье соглашение, подписанное сторонами и американской компанией Air Product and Chemicals, предусматривает узкопрофильную современную подготовку специалистов энергетических и химических секторов Узбекистана на базе колледжа в городе Ширин. Для нас большая честь получить возможность, используя свой многолетний опыт, раскрыть огромный потенциал энергетического сектора Узбекистана. Наше партнерство создаст новые возможности для национального и общественного развития и поможет построить устойчивое будущее для всех людей этой великой страны. Отметим, что соглашения отражают растущую роль Узбекистана на мировом энергетическом рынке, его приверженность энергетической безопасности и использование самых современных технологий. Это также свидетельствует о том, что Узбекистан становится привлекательной страной для иностранных инвесторов.